К другим темам. В Челябинской области в пять раз вырос штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Изменения в закон об административных правонарушениях внесли депутаты Законодательного собрания региона. Ожидается, что теперь зайцы не будут лишний раз рисковать и перестанут ездить бесплатно. Сколько придется платить нарушителям, расскажем в следующем репортаже. Выходя в рейды по безбилетникам, контролеры МАК Гор Транса говорят, что работы хватает. После появления валидаторов в общественном транспорте количество желающих сэкономить на проезде возросло. Нередко бывает, что в транспорте едут 10 человек, а за проезд водителю платят только 6 или 7. Поскольку призывы оплачивать проезд не помогли, бороться с зайцами решили другим способом. У нас с сентября текущего года вступили изменения в 584 закон Челябинской области повысился штраф за беспилетный проезд. То есть при вичном нарушении у нас штраф с 2,5 тысячи, при повторном обнаружении нарушителя от 5 тысяч рублей. Ранее сумма штрафа была меньше, от 500 до 1500 рублей. Решение об увеличении приняли депутаты законодательного собрания Челябинской области. Из-за безбилетников общественный транспорт региона недополучает около 100 миллионов рублей в год. Ожидается, что пятикратное увеличение штрафов отучит нарушителей ездить бесплатно. К проведению проверок будут привлекать сотрудников городских администраций и полиции. Мы заходим в транспортное средство, выявляем нарушителя. Сотрудник полиции нам в этом помогает. Составляем протокол и отправляем на районную комиссию для принятия решения. То есть на месте никто штраф не оплачивает. Мы это все в районную комиссию. Там уже принимается решение комиссионное о сумме штрафа, о дальнейших действиях. Чтобы подтвердить оплату, достаточно показать купленный билет или вновь приложить карту к валидатору. Если была оплата банковской картой, то должно прийти смс-оповещение на телефон. Или же повторным приложением карты к валидатору. Там должен высветиться значок «Кружочек» и «Повтор». Значит, человек оплатил. Значит, оплата прошла. Если социальная карта, пенсионная, то будет написано слово, что отказано и повторной оплаты нет. Нет. Повторной оплаты нет. Что якобы, ну, то, что оплата прошла, то уже поездка снялась. Штрафы не распространяются на несовершеннолетних. Но в любом случае фиксируется и будет уже отвечать несовершеннолетнего родитель. Контролеры отмечают первые положительные результаты нововведений. За прошедшую неделю было проверено более 350 транспортных средств и зафиксировано снижение числа безбилетников. Всегда оплачу за проезд. Но нужно оплатить водителям за их работу, за обслуживание транспорта. Мне кажется, 30 рублей не такие уж и большие деньги, чтобы оплатить поездку на работу на удобном автобусе. Надо платить. Такой прекрасный маршрут, удобный. Надо платить обязательно. В Маггуртрансе обещают не только плановые, но и внеплановые рейды. Они будут проводиться регулярно, пока социальная ответственность магнитогорцев не повысится. Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИМ.